Библейский портал экзегет.ру представляет 49-й псалом в переводе российского библейского общества читаю для библейского портала экзегет 48-й псалом мы все умрем, точка 49-й попытка на него ответить Я бы сказал, что да, хотя как-то не напрямую На этот псалом 48-й, может быть, самый трагичный, не самый известный, но самый трагичный псалтирь Будут отвечать многие последующие псалмы, начиная с 49-го Ну и даже те, которые вообще там уже в самом конце псалтиря, отчасти ответ на него 49-й псалом Асафа, неожиданное другое надписание Тут как будто идет такая перемена До сих пор у нас были псалмы сынов Короха или Кореевых сынов в синодальном переводе Почему сразу все начинали думать про корейцев? Просто совпадение случайное Асаф – это один из храмовых музыкантов времен Давида Провидец и некоторые другие псалмы 70-е, там, 80-е ему тоже приписаны Возможно, действительно, он это автор, автор этих псалмов Мы не знаем точно, а может быть, какая-то его традиция, да, вот она восходит Некоторые псалмы идут к давидической традиции, к Давиду царю А вот какие-то, может быть, скажем так, наследники Асафа, да, как вообще в античности было принято В древнем мире, что был какой-то великий автор, и потом его продолжатели ему подражали Ну, ладно, мы не знаем, кто это был, допустим, Асаф Итак, что нам скажет Асаф в ответ на вопрос 48-го псалма Все умрут, и что же теперь? Псалом длинный, буду читать по частям Бог богов, Господь, начинает речь, призвав всю землю от востока до запада С Сиона, совершенного красотой, Бог являет себя Идет Бог наш, Он не будет молчать, пред Ним пылает огонь, а вокруг Него грозная буря Он призывает небесную ввысь и землю, судит народ свой Соберите ко мне благочестивых, те, кто над жертвой заключил договор со мной Небеса, возвещают о справедливости его, и Бог совершает суд Бог идет судить Как-то вот до сих пор у нас этого не было Потом Он бог богов Ну, как официальный титул персидского шаха был шахин-шах Это царь царей, да? То есть, среди всех царей персидский царь главный Среди всех богов наш Господь главный И такой неожиданный поворот мысли, что же другие боги существуют Вот поэтому псалму получается, что так Другое дело, что богами можно называть какие-то духовные сущности Которые мы сегодня, скорее, называем ангелами, да? Тем более, что если они подчинены Господу, значит, они уже не самостоятельные Может быть, иногда так толкуют, что богами здесь, иносказательно, именуются Сильные миры сего, да? Которые решили, что они божества Да и часто мы говорим там, ну, не мы с вами, а, скажем, масс-медиа говорит, что там он бог, там, рок-н-ролла Элвис Пресли, бог рок-н-ролла, да? Ну, то есть, самый знаменитый из них, и самый такой вот влиятельный Вот, но здесь даже и то, и то вполне подойдет То есть, бог приходит, чтобы судить Причем, он судит кого? Благочестивых, кто над жертвой заключил договор Вступил в состояние завета, да? Жертвоприношение, это не просто отдать богу барашка или часть барашка А это заключить определенные отношения барашек Это всего лишь способ их скрепить Почему он идет судить их? Мне бы хотелось, чтобы уж нас-то он не судил Чтобы он судил этих плохих нечестивцев, да? А нас как-нибудь помиловал бы без суда Да вот дело в том, что Слушай, народ мой, я буду говорить, Израиль Я буду тебя обвинять, ибо я бог, твой бог Не за жертвы буду тебя укорять Всесожжение твое всегда предо мною Но не прямое твоих быков и козлов из загонов твоих Ибо все звери лесные мои, все животные на тысячи гор Знай я всех птиц на горах, и вся живность поливая моя Будь я голоден, не стал бы тебя просить Весь мир мой и все, что есть в нем Но разве ем я мясо быков? Разве пью кровь козлов? Принеси Богу жертву благодарение Обеты данные Вышнему исполни Ты призовешь меня в день беды Спасу тебя, и ты прославишь меня То есть он говорит им, вы мне приносите жертвы Ну вы, конечно, хорошо делаете Ну вы вообще подумали, мне это нужно? Я что, голодный сижу? И если бы это было так, я что, не мог бы себе взять Любое животное из любого леса? Нуждаюсь в том, чтобы вы мне зарезали барашка И зажарили его на жертвеннике Многие язычники, кстати, так это и понимают Есть совершенно замечательная история Вот напишите, это ной вавилонских мифов Единственный человек, который спасся Во время всемирного потопа, там тоже это есть И когда он спасся, он принес жертву И боги слетелись на аромат этой жертвы, как муки То есть такие голодные боги сидят и ждут Когда им принесут наконец жертву Ох, один человек спасся, принес жертву Давайте скорее летим нюхать этот дым И им насыщаться Такое ощущение, что древние вавилонии Непримерно так себе это и представляли По крайней мере, вот в сказании о потопе Абут напишите, у них это так и звучит И как раз псалом очень иронично Даже так, я бы сказал, саркастично высмеивает Эту точку зрения, что человек кормит бога Ну, язычник это нормально Там какой-нибудь сибирский шаман Мажет губы идола салом или кровью Чтобы, значит, идол покушал, послал ему удачу на охоте А когда он возвращается с пустыми руками То этого идола порит плетью Потому что, ну, не выполнил свои обязанности Накажем его, да, в следующий раз будет знать Вот понятно, что настоящий бог, он совершенно не такой Он этим от идола и отличается И тема, которая очень часто встречается у пророков Принеси богу жертву благодарения Обеты данные вышнему исполни То есть жертва это не бык или там баран Это благодарение А бык или баран это внешняя форма Она нужна и важна, как и любая внешняя форма Но сама по себе она ничего не значит А вот именно благодарение и обет Обещание, которое дано богу Значит, бог ждет от человека действий и отношения Да, а не ритуальных подробностей И тогда ты призовешь меня в день беды Спасу тебя, и ты прославишь меня А ведь это ответ В предыдущем псалме у нас было Мы все умрем, что делать Господь и отвечает Да, он упоминает жертву Отсюда, конечно, прямая нить к Новому Завету Где Христос приносит тебя в жертву Но одновременно это и ответ человеку Ни быки, ни бараны Ни ритуальные действия Я даже посмею сказать Не ритуальные участия в новозаветных Церковных каких-то таинствах Вот ходить, ходить, ходить Да, просто чтобы ходить Но вступать в отношения с Богом Видимым проявлением Которых являются эти ритуальные действия Грешнику бог ответит Зачем ты говоришь про законы мои Твердишь про договор со мной А сам презрел наставление мое Отвергаешь мои слова Видишь вора и дружишь с ним Прелюбодеем ты сообщник Уста твои изрыгают зло Язык твой плетет козни Сидишь и клевещешь на брата своего И на сына матери твоей наговариваешь Ты это сделал? Я промолчал И ты решил, что я такой же, как ты Нет Я изобличу тебя и предъявлю обвинение тебе Задумайтесь об этом, забывшие Бога Я схвачу, и не поможет никто Тот меня чтит, кто возносит жертву хвалы Кто встал на путь, тому явлю я спасение Божье Вот смотрите, он приходит судить свой народ Почему свой? А вот ровно поэтому, потому что народ вступил с ним в отношения Если у меня договор с банком, банк может подать на меня в суд А если у меня нет договора с банком Извините, сколько бы мне не названивали навязчивые всякие коллекторы И требовали от меня вернуть несуществующий долг Я на них могу не обращать внимания Бывают такие ошибки, когда случайно человек попадает в базу их данных И они там его мучают Вот так и здесь, если человек вступил в отношения с Богом У Бога есть повод с него взыскивать А все остальные народы, с ними он как-то разберется Мы уже выяснили, об этом было только что сказано Что все остальные народы тоже ему принадлежат Но проблема израильтян и иудеев Ровно в том, что они, вступив в эти отношения Не соблюдают своих обязательств Взяли кредит и не отдают Не платят проценты Это я привожу в современную аналогию И вот здесь очень четкие слова Которые очень похожи на пророческие речи Зачем ты говоришь про законы мои А сам презрел на заставление мое Отвергаешь мои слова И даже он не говорит Ты воруешь, ты прелюбодействуешь А ты дружишь с вором Ты сообщник прелюбодея Понятно, когда человек ворует И нарушает верность супруге Он понимает, что он приступил закон Может не делать этого Но просто быть помощником Сообщником И участвовать в чужом грехе Это все равно Есть нарушение закона Как потом будет сказано В Нагорной проповеди Уже само согласие с грехом Есть совершение этого греха И дальше Ты это сделал, я промолчал И ты решил, что я такой же, как ты Вот на Бога свойственно Человеку переносить Свои представления О правильном и неправильном И правда Вот бывают люди, которые очень хотят всех убить Ну, плохих, конечно, всех У них Бог — это бесконечно жестокий мститель Бывают люди, которым наплевать на то, как поступают другие люди И у них Бог такой абсолютно безразличный Всепрощающий Никому ничего не запрещающий Вот очень часто Бога лепят по образу и подобию своему Вот здесь как раз об этом и говорится Если я, говорит Бог, не вмешался в эту ситуацию Ты решил, что я ее одобряю Что я сам такой Что я тоже Ну, у мстительных и жестоких Мстительные и жестокие У тех, кто склонен к вседозволенности и безразличию Вседозволенности Вот позволяющий все И безразличник Греху человека нет Я изобличу тебя И это ответ на вопрос о том, почему мы умираем Да, но не прямой Здесь не сказано, что А вот если не будешь грешить, то вообще не умрешь Хорошо бы Но нет такого Зато сказано Тот меня чтит, кто возносит жертву хвалы И кто встал на путь, тому явлюя спасение Божие То есть те, кто не только на словах, но в своем поведении В своих действиях остаются с Богом И подтверждают заключенный завет тем, как они живут Увидят спасение Божие В чем оно будет заключаться, ничего не сказано Я что-нибудь придумаю, говорит Бог Тебя ждет сюрприз После этого 49-го псалма Просто необходимо было появиться 50-му псалму Наверное, самому известному в православной традиции Это покаянный псалм Ну, потому что носом уже ткнули Вот в 49-м И приходится как-то на это отвечать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok